Казалось бы, такой тяжелой технике, как грейдерам и экскаваторам, нет надобности выполнять сверхточные движения. Но организаторы конкурса считают иначе. Если машинист такое может показать, он в работе уникален. На конкурсе лучшие из лучших. Их заранее выбирали по опросу среди механизаторов в районах республики. Поэтому неудивительно, что с импровизированной игрой в баскетбол успешно справились почти все машинисты-погрузчика. Для экскаваторщиков занятие посложнее. Им надо разобрать и снова собрать пирамиду из шести двухсотлитровых бочек. Затем маятником сбить кеглю, прокрутившись перед этим три круга вокруг своей оси. Задание нашлось даже для неуклюжего автогрейдера. С места старта у него начинается эта змейка задним ходом. Мы усложнили не передом, а задом он должен ехать. Затем он заезжает в импровизированный гараж. Стенки обозначены условными фишками. То есть должен их не задеть и условную стенку не задеть сзади. Такие конкурсы профмастерства на отдельных предприятиях проводились и раньше. Этот особенный. Дорожные отрасли республики исполняется 90 лет. Поэтому Миндортранс решил предложить поучаствовать в соревнованиях всем дорожным предприятиям. Получилось 12 команд. Уровень соревнований, по мнению их организаторов, растет с каждым годом. А то, что есть польза, даже не обсуждается. Мы переговорили как с руководителями дорожных предприятий, как с самими участниками предприятий. Все очень довольны, все подтверждают однозначно, что они между собой все-таки решили давний спор, кто из них лучший специалист в своей отрасли. Ну и, естественно, это и сплачивает коллектив, и, конечно, повышает опыт и профессионализм участников. Время для соревнований, профмастерства выбрано не случайно. Работы по зимнему содержанию дорог завершаются. Летние еще не начались. Скоро участникам предстоит делать насыпи или выравнивать трассы. Полученные ювелирные навыки обязательно пригодятся. Елена Галимулина, Руслан Нуре Ахметов, телеканал «Майя Удмуртия».